Мы сейчас будем связываться с этим восточным городом и узнаем, как администрация города-героя борется за надлежащий вид населенного пункта. На связи со мной Мария Антишина. Доброе утро, коллеги. Для команды Кершинского филиала канала Крым24 это утро действительно бодрое, такое насыщенное. Все корреспонденты уже получили свои задания по сюжетам. Одной из главных тем сегодня станет реконструкция визитной карточки города Митридатской лестницы. Но об этом подробнее в нашем вечернем выпуске новостей в 19.30 на канале Крым24. Сейчас я хочу перейти к теме этого утра. Она касается тоже внешнего вида нашего города. Наш корреспондент Екатерина Рябова недавно побывала на заброшенных зданиях нашего города и выяснила их судьбу. Подробнее в сюжете. Наталья Навродская возвращается с работы поздно вечером. Заброшенное здание рядом со своим домом в районе 7 ветров старается обходить стороной. Очень много мусора, постоянно собираются молодежь, крики, шумы, постоянно бьются стекла. Один раз девочка так кричала, что я вообще честно не знала что делать. Я с окна выглядывала, я не понимала что там с ней делают. Опасение взрослых вызывает и то, что полуразрушенное строение соседствует с общеобразовательной школой. И подростки здесь нередкие гости. В этом здании некогда располагался детский сад номер 50. Долгое время помещения не использовались в качестве дошкольного учреждения. Здесь вели внешкольные занятия, работали кружки и курсы. В последние десятилетия, однако, территория не охраняется. Она завалена мусором и битыми стеклами. А вот два бывших детских сада на улицах Мира и Архитектурной недавно огородили забором. Территория больше 10 лет превращалась в свалку и стала любимым местом встречи асоциальных личностей. У зданий был собственник, за землей не следил, мусор не вывозил. В этом году власти Керчи через суд вернули недвижимость в муниципальную собственность. Здесь наркомания, тут постоянно закладки на территории этого садика. Сейчас хоть вот это вот меньше стало, потому что вокруг все загородили. Процедура возвращения заброшенных территорий и строений в муниципальную собственность сложная и длительная. Сначала администрация ставит объекты на кадастровый учет, обращается в Госкомрегистр и только через год в суд. Мы сейчас намерены вернуть в муниципальную собственность два объекта. Уже на 12 и 19 ноября назначены заседания в Керченском городском суде по Денисову 1 и Свердлова 16. Свердлова 16 это вот объект, который находится в центре города. Ставшие муниципальными территориями в дальнейшем могут передать в аренду, строить на их месте новые социальные объекты, сделать площадкой для реализации инвестиционных проектов, чтобы каждый метр земли использовался эффективно. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керч. Я предлагаю продолжить эту тему с нашим гостем. У нас сегодня в студии начальник управления муниципального контроля администрации Керчьи Сергей Горьков. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Вот скажите, прежде чем такие заброшенные здания попадают в муниципальную собственность, проходит иногда даже не один год, то есть разыскивается хозяин, но все равно за его внешним видом необходимо следить. Как в этой части ведется работа в вашем управлении? Ну, конечно же, бесхозные объекты, по которым нет данных и собственника невозможно узнать через БТИ, через ГУСКОМ-регистр проводится работа по изъятию этого здания, как бесхозного. Да, там год оно должно провисеть на сайте, в газетах, чтобы собственник нашелся. Если он не находится, то по суду он переходит в муниципальный собственность. Ну, также бывают объекты, у которых есть собственник, об этом собственнике есть информация в ГУСКОМ-регистре, за ним зарегистрировано право. Ну, объект имеет признаки бесхозности, заброшенности, что является нарушением правил благоустройства, и сотрудник УПК принимает меры административного регирования, штрафует за нарушение правил благоустройства. Много ли штрафов было вот в этом году по сравнению с прошлым годом, например? Много в этом году. Такие объекты, которые носят бесхозный вид, заброшены и так далее, это не только портит внешний вид города, но и также является сборищем, местом для сбора молодежи, детей, не дай бог, и людей, которые ведут социальный образ жизни. На этих объектах мы постоянно ходим в прицы и так далее, поэтому первое требование к собственникам этих объектов, чтобы они объект законсервировали и закрыли этот доступ, чтобы туда ни дети не могли попасть, ни граждане, которые ведут социальный образ жизни. Скажите, пожалуйста, а вот что касательно прошлого года, вы можете вспомнить, сколько было зданий передано муниципалитету, исходя из таких ситуаций, хотя бы приблизительно? Ну, приблизительно, поэтому справку не дам, мое управление этим не занимается, мы занимаемся только штрафами. Таких зданий ряд и по центру города Керчи, и в районе завода Войково, и в районе Аршинцево принимаем постоянные меры административного регирования. По каждому этому объекту формируется уже папочка. Эти объекты на постоянном контроле, постоянные, если собственник не принимает никаких мер, мы их штрафуем. И глава республики уже дал задачу Министерству строительства и архитектуры Республики Крым разработать нормативно-правовый документ по изъятию таких объектов, которые носят бесхозный вид. А большие штрафы за такое правонарушение? Штрафы предусмотрены статьей 3.11 закона Республики Крым об административных правонарушениях в Республике Крым и на граждан. Это штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, если собственник такого здания заброшенного гражданин. Если собственник здания юридическое лицо, то штраф побольше от 30 до 100 тысяч рублей. Ну и выплачивают штрафы или есть все-таки должники, которые игнорируют это? Ну штрафы в основном выплачивают, но есть объекты, которые заброшены, и регистрация юридического лица находится по этому же объекту. То есть наше постановление о штрафе находится на почте в течение 7 дней. По истечению 7 дней, если на почту никто не приходит за этим письмом, у собственника объекта есть еще 60 дней для уплаты добровольного штрафа, потом мы дальше передаем судимым приставам. Но по некоторым объектам штрафы уже достигают таких сумм, что скоро уже совместно с судебными приставами я планирую провести совещание, чтобы изымать эти здания путем последующего продажи для погашения этих штрафов. То есть собственникам объектов нужно присмотреться, если кто не уверен, есть у него штраф или нет. Есть и пленум Верховного государства, где четко говорится, даже если юридическое лицо не пришло и не знает о том, что на него наложен штраф, но уведомлен должным образом, то есть письмо пролежало на почте и по истечению срока хранения передано обратно отправителю, он считается должным образом уведомлен. Уже есть судебная практика, так что повнимательнее собственников таких объектов. Размер штрафа не зависит от территории, на которой располагается объект, насколько они большие. Потому что это может быть либо просто детский сад, либо завод. Например, ЖРК у нас стоит уже много времени, абсолютно заброшен в неприглядном виде, но как-то все его обходят стороной, хотя он в частной собственности. По объектам ЖРК, которые сейчас АО ЖРК, акционерное общество, у нас тоже ряд протоколов, даже не ряд, их очень большое количество, потому что у АО ЖРК объекты не только на самом заводе ЖРК, но и это Молдежная 3, Рженикидзе 3. И по этим объектам постоянно проводим контроль правил обостройства. АО ЖРК пыталась с нами судиться по обжалованию этих штрафов, но все суды мы выиграли. Один только на первоначальном этапе суд снизил со 100 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, в связи с тем, что пометил нам, что в первый раз все-таки и так далее. Поэтому штраф был не отменен, а просто снижен. То теперь уже за повторность суд уже не снижает штраф. То есть в принципе и даже с такими крупными, так скажем, объектами вы тоже работаете. И как, выплачиваются ли штрафы? Ну если даже они не будут выплачиваться, мы по истечению 60 дней, что дается для добровольной оплаты штрафа, передаем судебным приставам. А юрлица, судебные приставы блокируют ему счет, юридическое лицо просто не сможет существовать. Не сможет выплачивать зарплаты, не сможет вести деятельность без своих счетов. Спасибо вам большое за эту беседу. Я уверена, что мы с вами встретимся в этой студии еще не один раз, потому что муниципальное управление, наверное, как ни одно другое управление, тоже несет большую ответственность за внешний вид нашего города, чтобы он был привлекательным. У меня на этом все, коллеги. Я прощаюсь с вами до следующего утра. Вам слово. Большое спасибо, Маша. Желаем вам хорошего дня. И напомним, с нами на связи была наша коллега из Керченского филиала телерадиокомпании «Крым» Мария Антишина.